с чем ассоциируется у вас лето лето это время отпусков у кого-то проходит ассоциации с морем пляжем у меня же летом наступает время поиска снега меня зовут аркадий казаков вот уже 26 лет я катаюсь на лыжах название эльбрус наверное слышали все даже люди которые не относят себя каким-то спортивным дисциплинам лыжам сноубордингу скалолазом альпинизм я думаю все знают эльбрус и конечно же я тоже слышал это слово это название я вынашивал идею съездить в это потрясающее место посетить центр кавказа и по-хорошему конечно же забраться на самую высокую точку европы прилетев в августе в минеральные воды и доехав до поселка эльбрус я не ожидал что там в тех краях действительно можно покататься первый день мы провели в небольших хайкингах посмотрели водопады и местные красоты и где-то далеко-далеко на вершинах гор я заметил ледники которые конечно начали будоражить мое воображение и по вечерам и ночам во сне я просто предвкушал как же мы заберемся на самый верх и можно будет спуститься самые вершины о подъеме на эльбрус я заранее не задумывался и оказалось все довольно таки просто хотя видя людей альпинистов которые идут все обвешенные снаряга и с гигантскими рюкзаками казалось бы что нужно взять с собой очень много экипа и готовится не одну неделю но по факту все получилось довольно таки несложно и просто во время нашего восхождения и подготовки я не видел ни одного человека который также как и я шел бы с лыжами или сноубордом что меня очень сильно удивило потому что кондиция снега на эльбрусе начинается с ты 3800 метров шикарная конечно же чем выше ты поднимаешься тем более ледяными становятся покровы тем тяжелее спускаться вниз но это никак не помешает профессионалу и любителю своего дела совершить этот потрясающий спуск и конечно же когда ты поднялся на вершину эльбруса проще спуститься на лыжах и сноуборде чем идти пешком поначалу перед восхождением на эльбрус я не понимал что нужно пройти акклиматизацию но с каждым днем в этом регионе встречая различных людей туристов и любителей хайкингов и подъемов я с ними общался и каждый человек который я встречал носил все больше понимания и делал все более прозрачным для меня этапы подготовки для подъема на эльбрус в итоге мы провели 5 акклиматизационных дней до самого штурма вершины первый день мы гуляли по окрестностям добрались до отметки всего лишь 2000 метров как раз таки на этой высоте находится поселок эльбрус на второй день мы поднялись на подъемники на 3800 метров и дошли пешком до высоты 4500 метров как раз таки подъем на 4500 метров дал о себе знать я много слышал про гипоксию про горняшку и тут она видимо начала на меня действовать начала кружиться голова периодически подташнивала сил просто не хватало легкие никак не справлялись с таким малым количеством воздуха я мог пройти просто полминуты вверх потом остановиться отдышаться пять минут оказалось что мышцы я сам полон сил и энергии пытался вновь идти на подъем и казалось бы можно пройти 100 метров по ощущениям но в итоге никак нет ты делаешь два-три шага и сил у тебя снова становится ноль и ты не можешь дышать вы помещается в хранилище и закапываются на третий день мы уже поднялись на высоту 4750 метров там я совершил небольшой спуск на лыжах и почувствовал как это сложно при каждом повороте ты теряешь кислород мышцам не хватает кислорода не хватает сил 1 2 3 поворот и я понимаю что уже никак не могу остановиться приходилось аккуратничать и конечно же внесли свои коррективы снежные ледяные покровы потому что от высоты выше четыре тысячи триста метров начался не слэш не мягкий снег а уже действительно лед просто корочка льда на четвертый день мы поднялись в бунгало на высоте четыре тысячи метров переночевали там и нас ждал штурм на самую вершину в итоге утром пятого дня после ночи без сна мы прыгнули на ратрак и буквально за час поднялись до косой полки эта высота примерно 4900 метров и дальше в три ночи можно стартовать самостоятельно уже на самый пик эльбруса как я говорил у меня у единственного были с собой лыжи я не знаю как ходить без них в принципе шлось мне нормально использовал кошки хотя по ощущениям ботинка горнолыжных можно также было бы спокойно добраться самые нереальные ощущения эмоции испытал в моменте после седловины когда начался рассвет открылись нереальные виды в западную северную восточную во все стороны идущие люди просто с текущими соплями износа изнемогающие такая красота и природа это было потрясающе и как раз таки это меня и подпитывало добраться на самый верх в итоге четыре часа мучений и я оказался на вершине на вершине поставили замечательную штуку это счетчик людей которые посетили этот пик между прочим эльбрус самая высокая точка европы с высотой пять тысяч шестьсот сорок два метра и по моим ощущениям подъем на нее был не такой сложный но эмоции от этого восхождения нереальные невозможные потому что до этого я таким не занимался не дико понравилось это приключение восхождение но больше всего мне конечно же понравился спуск вниз пуск вниз это лучшее что со мной случилось в этом путешествии особенно виде людей которые тащатся вниз медленно потихонечку я думаю мне все дико завидовали я перепрыгивал перила делал powder turn и powder turn и конечно это сложно назвать на этом снегу со льдом но все же было очень весело и так как времени было вагон я шел с моей потрясающей командой и компании полей и данёчком мы договорились что я заберусь еще и на восточную вершину пока они идут вниз обратно к этой полке восточная вершина мне далась намного проще чем западная эта вершина ниже на 20 метров своего западного брата идеи на восточную вершину ходит очень и очень мало но спуск там оказался довольно таки тернистым и каменистым во время спуска было очень круто ощущать как ты перемещаешься с высоты от 4000 метров на высоты 3900 800 метров потому что консистенция снега очень быстро меняется и со льда она начинает переходить в обычный мягкий снег потом уже в слэш и в нереально широкие и большие водяные ручьи но восхождением вершину эльбруса путешествие не ограничилось я увидел неплохое местечко где можно построить трамплин и за один день удалось возвести небольшой кикер с которого получилось очень классно и здорово попрыгать конечно же это совсем не парковое катание потому что на таких больших высотам ходить пешком и подниматься на трамплин это нереально трудная задача и работа но все равно несколько неплохих базовых трюков я смог увести очень импонировало на горе и видеть реакцию людей которые очень позитивно реагировали на мои лыжи на прыжки на трюки я думаю когда я проезжал проходил мимо них они тоже хотели бы быть с лыжами в этот момент и спускаться рядом со мной вниз на эльбрус я хочу еще раз вернуться потому что это нереального масштаба и объема горы кавказский хребет просто очень широкий очень большой его не охватить целиком полностью взглядом до этого наверное самые большие мои горы были это альпы но кавказ поселился в моем сердечке и обязательно хочется вернуться туда снова и огромный респект огромную благодарность я хочу выразить зданичку падишвили который снимал всю эту красоту оля которая нас приютила также работникам сотрудникам курорта эльбрус которые помогли с нашим трипом на эльбрус всем людям которые навстречали конечно же магазин ускан спорт который сделал возможным это потрясающее приключения и путешествия